В Югре скорректировали бюджет. Выросли как доходная часть региональной казны, так и расходная. Последнюю увеличили на 20 миллиардов рублей. Средства направят на здравоохранение, образование, демографию, спорт и строительство. По инициативе губернатора ХМАУ Натальи Комаровой, дополнительные финансы получат 18 из 23 государственных программ. Например, 3,5 миллиарда рублей направят на выплаты семьям, в которых воспитывают детей от 8 до 17 лет. Право на поддержку получат те ячейки общества, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума. Также порядка 2 миллиардов рублей потратят на покупку жилья для детей-сирот. Также муниципалитетам дадут возможность приобретать для сирот 25% квартир в одной высотке, а не 10%, как это было раньше. Что касается экономики, ну для примера, выделено 4 миллиарда рублей на приобретение жилья. В том числе, ну практически половина на половину это для переселения жителей из аварийного жилья, а вторая половина точно так же для детей, которые имеют на это право. Выделено 2,5 миллиарда рублей на транспортную систему, выделено более миллиарда рублей на строительство и реконструкцию образовательных учреждений. На пресс-конференции по итогам заседания Окружной Думы обсудили и меры поддержки бизнеса. Спикер регионального парламента Борис Хохряков отметил, что много мер принято на федеральном уровне. Также более 50 решений введены губернатором Югры. На заседании приняли поправки, которые касаются снижения ставок налогообложения для предпринимателей. При этом некоторые были приняты еще в 2021-м. Их действия продлили до конца текущего года. На встречу затронули и тему юридической поддержки коренных малочисленных народов Севера. Председатель Ассамблеи представителей КМНС Еремей Айпин рассказал, что за прошлый год подобную помощь получили 17 человек. В основном дела касались рубки деревьев, рыболовства и охоты. Как правило, по этим вопросам не могли оказывать бесплатную юридическую помощь. Она минимальная, но тем не менее по этим гражданским делам. И поэтому они выпадали из этого перечня. И поэтому просто мы дополнили этот перечень общими положениями, когда могут и по этим вопросам также обращаться и оказывать могут бесплатную юридическую помощь.